Мы продолжаем приподнимать за кулисе камбоджийского бокса Кунг Кхмя. Вообще в идеале, конечно, нужно забирать ногу назад, сбив лоу-кик, хай-кик. Ты ее заряжаешь и с нее сразу наносишь удар. Наноси удар. Прихватывай. Делаем поворот корпусом. Очень важно хорошо работать корпусом. Иногда одного удара может быть недостаточно. Добавь второй вход. ABCshop.su Эксклюзивная продукция для спортсменов. Всем привет! С вами Городинчук Александр, тренер по тайскому боксу. И сегодня мы продолжаем приподнимать за кулисе камбоджийского бокса Кунг Кхмя. Древнего соперника тайского бокса Муай Тай. Чье единоборство более древнее, мы судить не будем. Ведь меня интересует максимально эффективная и интересная техника для вас, чтобы ваши тренировки были более продуктивными и интересными. Переносимся в Камбоджу. А сейчас защиты против пуш-кика. Наноси пуш-кик. Видишь? Сбив, лоу-кик, хай-кик. Это выполняется на одноименную сторону. Ты наносишь левой. Я делаю сбив левой. Иногда ты можешь нанести пуш-кик правой. Я делаю сбив правой. Ты делаешь шаг или нет? Я делаю шаг со сбивом, но потом с ударом возвращаю ногу. Когда я наношу правой, ты тоже делаешь шаг? Да, конечно. Я делаю шаг назад со сбивом. После чего лоу-кик, хай-кик. На левую ты можешь не менять стойку. Левая у меня заряжена. Мы забираем только переднюю ногу, после чего с нее можем наносить лоу-кик. Вообще, в идеале, конечно, нужно забирать ногу назад. Потому что, если ты ее будешь оставлять, тебе могут дать стопорящий удар. Неважно, в какой стойке ты стоишь. Если ты в левше, тогда тоже переднюю ногу нужно забирать. А теперь смотрим. Я нанес пуш-кик, ты дал лоу-кик правый, хай-кик левый. Но иногда для разнообразия, и так быстрее будет, ты, когда забираешь переднюю ногу, ты ее заряжаешь, и с нее сразу наносишь удар. Самое главное, тебе нужно понять, что если тебя бьют правой, ты сбиваешь вправо. Если тебя бьют левой ногой, ты сбиваешь влево. Это была техника против пуш-кика. Но иногда пуш-кик могут бить выше, либо в грудь, либо в подбородок. Давай разберем против этого удара защиту. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров. Выносливость и здоровье, травяные капсулы, пучай-планк, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепции муай-тай, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепции муай-тай, эксклюзивная экипа, ручная работа, spirit of a warrior, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения, все то, что держат под грифом секретно, на сайте abcshop.su. Переходи. Ссылка в описании. И не забывай подписаться на канал. Здесь много обучалов и реалити-шоу на пролом. Наноси удар. Прихватывай. Делаем поворот корпусом. Хорошо блокируем ногу. Делаем шаг назад, протягиваем и наносим жесткий нокаутирующий удар. Для левой ноги так же? Если ты работаешь левой ногой, я делаю шаг вправо. Прихватил ногу, хорошо заблокировал ее, протягиваю. Прям хорошо протянуть нужно, чтобы нанести жесткий нокаутирующий удар. Очень важно, хорошо работать корпусом. Левой рукой прихватил, корпус скрутил, после чего рукой хорошо закрыл. Тебе нужно это сделать для того, чтобы ты хорошо зафиксировал ногу и смог хорошо протянуть. Да, запомни, если твои движения будут четкими, ты будешь выполнять все максимально продуктивно. Корпус, руки, эти все движения должны быть наработаны. Окей, а на левую сторону? Против левой ноги делаешь шаг вправо, прихватываешь правой рукой, левой хорошо блокируешь ногу. И дальше ты знаешь, протягиваешь и наносишь удар. Иногда одного удара может быть недостаточно. Добавь второй хук. Прихватил, протянул, один дал, вторым добавил. Как вам защита? Пишите в комментариях. Ну а для самых гурманов, не забывайте, у меня есть курс тайской техники, том 1. Просто зайдите и оцените масштабы этого курса. Ссылка в описании. В моем инстаграм множество роликов, которые не входят в ютуб. Ссылка на инстаграм также в описании. Друзья, ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующих выпусков. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok